Давайте напишем парочку простых программ, используя операции сравнения. Начнем с такой задачи. Пускай нам вводят число, и мы выведем true в том случае, если число положительно, и false в противном случае, если число отрицательно, либо ноль. Давайте создаем новый ноутбук. Давайте название какое-нибудь ему придумаем. Так, ну и давайте начнем с того, что мы читаем число. Нам опять же пользователь будет вводить число. Мы это делаем таким образом. a равно int от input. Дальше мы просто выведем результат сравнения числа a с нулем. print a больше нуля. Испускаем, вводим число. Получаем результат истинно. Давайте попробуем ввести число 0. Получаем false. Можем ввести число отрицательно. Также получаем false. Давайте напишем еще одну программу. Пускай мы хотим проверить, правда ли, что введенное целое число является двузначным. Мы будем читать опять же с клавиатуры число. Давайте будем считать, что нам будут вводить только положительные числа. Как проверить, что число двузначное? Ну, можно проверить, что оно больше либо равно чем 10, но при этом меньше чем 100. Так мы и сделаем. Давайте выводим сразу результат. Результат того, что a больше либо равно чем 10, и a меньше чем 100. Вводим число 55. Результат истина. Введем число 5. Результат ложь. Введем число 106. Результат ложь. То есть, понятно. После того, как мы прочитали число a, происходят две проверки. Верно ли, что число больше либо равно чем 10? Если нет, то есть число, допустим, 5, то сразу условие оказывается неверно, и мы видим результат false. Если же число оказалось больше либо равно чем 10, дальше происходит вторая проверка. Правда ли, что число меньше чем 100? Если это так, то мы также получаем результат истины, и в итоге результат истины. Если же число оказывается больше либо равным, чем 100, то мы получим результат ложь. Можем проверить на крайних значениях. Давайте введем число 100. Видим, что результат также получился ложь. На самом деле, можно это условие записать в более короткой форме. Мы можем два условия совместить. Вот таким вот образом. 10 меньше либо равно чем a, меньше чем 100. То есть, мы записываем цепочку из неравенств. Работать это будет точно так же. Играй. Играй. Продолжение следует...